Под кирпич ради острых ощущений и назло другим. Там, где еще недавно царствовали пешеходы и лыжники, теперь гоняют автомобили. Набережная в парке Прибрежно приглянулась как романтикам, которые парочками приезжают сюда на своих машинах, так и любителям экстремальных зимних развлечений на грани разумного. Подробнее об этом конфликте интересов прямо сейчас. Что-то такое творится и на набережной, ведь ряд подобных роликов, судя по названиям, сняты именно в нашем городе. Но в отличие от восторга, оседлавших тюбинг, приверженцы лыжных прогулок или скандинавской ходьбы негодуют. Проблема уже освещалась в местной прессе. Портал «Единство» приводит примеры жалоб на автохулиганов, которые носятся туда-сюда прямо по пешеходным дорожкам, паркуются где хотят и оставляют кучу мусора. Есть такая проблема, что в зимний период машины туда заезжают, сюда и вот здесь катаются. Работники проката инвентаря тоже подтвердили факт. К тому же здесь полно улик. Следами от протекторов шин изрезана вся набережная вдоль и поперек. Дело в том, что шлагбаум, который запирал проезд, отсутствует. И теперь предупреждают о запрете движения лишь дорожные знаки, но видно, что и их игнорируют. Как долго тут отсутствует шлагбаум, сказать сложно. Вот только эта брешь в обороне набережной просуществовала вплоть до последнего снегопада. Работники местных прокатов откровенничать на камеру не хотят. Однако предположили, что именно во время последней уборки дорог с чищенным снегом проезд и завалили. А потому сейчас пробиться на набережную возможно лишь на серьезном вездеходе, но, судя по всему, любители рискованных гонок нашли объездные пути лазейки. В России уже были в этом году смертельные случаи при подобных покатушках на буксире у машины. Однако это опасно не только для самих экстремалов, но и для окружающих. Кроме того, въезд на набережную. Это нарушение правил благоустройства и дорожного движения. Штрафы немалые, но поймать виновных непросто. А потому инспекторы просят свидетелей снять на видео такие случаи и отправить через приложение Народный инспектор, либо прямиком в ГИБДД. А в администрации Центрального района пообещали восстановить тут шлагбаум не позднее, чем завтра. Егор Орлов, Радик Ганеев, РЕН-ТВ, Набережные Челны.